Мы не будем оставаться в сфере кросс-медиа, но мы в любом случае, мы остаемся в сфере документального кино. Но мы перейдем к следующему выступающему, Ольга Кравец. Я впервые встретился с ней и узнал о проектах в рамках проекта «Докс Барселона», где представлены старые традиционные документальные фильмы. Это очень хорошо организованный финансовый подход. Здесь люди встречаются для обсуждения своих проектов для девелопмента, которые требуют финансовой поддержки. Они представляют некой комиссии, выпускающих директоров, которые представляют фонды, телеканалы. На самом деле, все очень хорошо организовано с точки зрения. И я сделал этот проект в «Докс Барселона», и очень часто проекты, которые не имеют фильмового составляющего, начинаются с фильма, и затем другие формы возникают, вырастают. Здесь на самом деле все было наоборот. По сути, это интернет-документалистика, кросс-медиа. Здесь тоже присутствует... Ну, да, вы расскажете сами об этом более подробно. Исходная точка здесь была именно кросс-медиа, а не документальный фильм в чистом виде. Здесь все произошло наоборот, в другом порядке. Большое спасибо, большое спасибо за приглашение. Моя коллега тоже находится среди вас, поэтому в конце мы обе ответим на вопросы. Конечно же, это кросс-медиа проект. По правде сказать, несколько лет назад я, честно говоря, не могла себе представить, что я буду снимать кино. Я была всего лишь фотографом. И три фотографа собрались вместе. Я и две мои знакомые решили создать огромный фотопроект вместе и работать подобно тому, как работает кинокоманда. История была довольно сложная, поэтому нам было проще собраться втроем и разделить груз решения задачи. Итак, я приглашаю вас в Чечню. Мы все понимаем, что это проблемная область России. Мы уже пережили там две войны. И последствия войн коснулась обеих стран. Если Чечня исчезнет, мы ничего не будем о ней знать больше. А мы должны понимать, что в Чечне самая высокая в Европе мечеть. В Чечне уже строятся небоскребы. Для нас этот проект очень важный, поэтому нам очень важно было на самом деле отправиться в Чечню и показать людям, что на самом деле в Чечне происходит. И вот краткое содержание фильма, который вы можете сами почитать. Водопновением для нас послужила книга, которую прочитала моя коллега, автор этой книги. Пишет о концепции, что вы можете разбить любой город планеты на 9 уровней. И таким образом лучше понять этот город. Мы последовали за этой концепцией и разделили Грозный на 9 уровней. Первый раз, когда мы приехали в Грозный, только что закончилась вторая война в Чечне официально. И таким образом было сделано заявление, больше войны нет, люди могут приехать в Чечню и посмотреть, насколько замечает нас в Чечне жизнь. Мы приехали и увидели Грозный, которого больше нет, потому что этот город был серьезно разрушен. Сейчас хочу сказать, что Грозный восстановили на должном уровне. Мы говорили не только в нашем фильме, не только о самом городе Грозном, но и о самом регионе, об исламизации региона. Это был город, который мы увидели. Это был город рабов, город иностранцев, в том числе русских солдат. Город нефти, потому что нефть – это как раз одна из причин, по которой разгорелись войны. Но также это город обычных людей, которые просто хотят жить своей жизнью. Сейчас покажу вам небольшое видео, для того, чтобы вы своими глазами увидели, что происходило. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!